Фристайл со звездой Это Семен Слепаков, он будет сидеть вместо нашего барда, но это не первый случай, когда должен сидеть один, а сидит в итоге другой. Семен, тут уже вступать надо. Вам не кажется, ребят, что вы как-то нерационально звезду используете? Не, ну вам-то откуда знать, у вас же не было в КВН фристайла со звездой. Ну да, мы сами талантливые были. Ну хотите, спойте какую-нибудь песню со своего альбома. Нет, я не хочу петь песню со своего альбома. Вот бы, конечно, Стасу Костюшкину вашу сознательность. Ну реально, ну, побринчите что-нибудь веселое. Что значит побринчите? Это дорогой американский инструмент, овейшн, он стоит 50 тысяч долларов. Ну я не первый раз так близко к штуковине за 50 тысяч долларов, я МРТ четыре раза делал. Ну реально, не мешайте, мы выступаем. Вы реально тупые прям. Вот серьезно, тупые. Вы понимаете, вы нерационально звезду используете. Кто воды без газа заказывал, прошу. Семен, значит, на гитаре играет, я вам воду выношу, а я, между прочим, камазякский пес. О, вы в собаках разбираетесь, а посмотрите нашего дружка. Это что за покемон? Вы что, другого урода нашли? Да. В смысле, урода? Ну мы же договаривались, при нем его так не называть. Ребят, помните, я говорил, что мне не нравится, как вы меня используете? Так вот, меня все устраивает. А меня не устраивает, меня не устраивает. Че говоришь, мальчишка? А, ты только с Азаматом разговариваешь, для тебя тоже не звезда, блин. Мы не хотели вас расстраивать, вы просто не основные звезды у нас во фристайле. Нормально, Семен, ты понял? Мы с тобой не основные звезды. Давай, собирай гитару, уходим отсюда. За мной! Да нет, я теперь останусь, посмотрю, кто ж тут основная звезда. Мне интересно уже. Ну че уже скрывать, короче, вот. Это Михаил Стогненко, плохая компания. Ну давайте, помогайте нам с фристайлом, вы же обещали. Ну ладно, случай в баре. Эй, бармен, поставь мне 9 стопок текилы и дай соль. Эй, бармен, поставь мне 9 стопок текилы и дай соль. Серьезно, синхробуфанада в 2017-м? Эй, а че ты не понял, а че такого? Слушай, ну ты деньги-то как-то уверенней брал. Все, ладно, другой номер. Но мне нужно два стула. Ну я тебя поздравляю, неси их давай. В смысле, я понесу стулья? Ну а че, мои проблемы что ли? Мы же договаривались, давай вывози. Ты почему вообще со мной так разговариваешь? Ну а че мне всем рассказать, какие ты пакеты через нас в Красноярск постоянно перевозишь? Ой, да рассказывай. Выдумал какие-то два пакета. Правильно говорят в КВН не тот. Какой-то обморок меня стулья не заставлял таскать. А то мне делать больше нечего. Че, вообще жесткий? Вообще жесткий. И про пакеты хотел рассказать? Представляешь. А че, сейчас мой его нельзя в пакетах ввозить? Ну, видимо, нельзя. Каких-то пацанов своих позвал. Я щас тоже своих позову. Ваня. Это что за покемон? Я бы даже сказал, это что за хренотень? А че с лицом-то? Это я его так. Вот прикиньте, че я с вами сейчас сделаю. Ты еще нашу работу не видел. Денис, вернись на секундочку, пожалуйста. Это его так, Валерка. Ну, тут один-один. Все, я могу идти? Ну, да. Дениса забери. Денис, пойдем к нашим. Стоять! За мной! С этим я че делать буду? Да в багажник его, да и все. А, в багажник не получится, братан, я без машины. Ребят, я на машине. Тут лесок один есть, 16 километров от МКАД. Там песни пишутся превосходные, и человека закопать можно. Капец, они отморозки. Че это? Они звезд во фристайле не понарастающе расставили. Ну, кстати, да. Ладно мы-то, Семен, но как они вас затащили сюда? Да я сам не понял. Этот пришел ко мне в своем, я подумал, благотворительность. Ладно, говорю, давай сыграю в вашем детском КВН-е. Мямлил там стоял че-то. Ну, кто мямлил, ты мямлил. Я не хочу, чтобы меня судил Алексей Кривилин. Что? Семен, а... Не надо марать гитару, но... Вот пусть профессионал разберется. Конечно, сейчас все решит грубая физическая сила. Эй, йоу, это че такое? Ну, а че, ток вполне себе физическая сила. Учи физику. Ты где это вообще взял, придурок? В магазине все по 49. И где такой магазин? А там, где вы одеваетесь. Куда ты пошел, я с тобой не договорился. Так а че, может, я просто им грудь покажу, что подстали? Алина, мы когда калидовали, это не помогло. Че ты... Че ты все проблемы-то пытаешься этим решить? На чем я остановился? А, да. Ну, ладно, бейте. Жалко, конечно, что премьер-лигу так и не выиграл. Ребят, подождите. Я сейчас действительно понял одну важную вещь. Вот мы все сейчас здесь стоим на сцене, и никто из нас действительно ни разу не выиграл премьер-лигу. Ну, кстати, да, мы в 2012 году дошли до финала, но что-то не срослось. Да, мы в 2011 прям мощь нашли, и как-то в финале не получилось. У меня вообще отличная отмазка, когда я играл ее, в принципе, не было. Ну, получается, сейчас на сцене 7 человек, которые так и не выигрывали премьер-лигу. Ну да, но здорово, что хотя бы у троих из нас еще есть такая возможность. Так-то, спасибо. Друзья, для нашего фристайла мы пригласили очень крутую звезду КВН. Но в самый последний момент он отказался, сославшись на то, что у него есть друзья поважнее. Но самое главное, что есть в Краснодарском крае люди, которые готовы поддержать своих земляков во что бы то ни стало. Поэтому встречайте Максим Конюков из «Русской дороги» в постановке «Буратино». Сан Саныч, здравствуйте. В первую очередь огромное спасибо за то, что пригласили. Ведь только человек, тонко разбирающийся в искусстве, смог распознать, кто на самом деле в «Русской дороге», так сказать, локомотив юмора. Кто, так сказать, альфа-актер. Поэтому этот деликатес вам. Вот по старинному кубанскому рецепту теща сама, все верно, теща сама, рыба. Ну, я к команде. Значит, ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Да, значит, почитал сценарий, да, неплохо, неплохо, но маленькие поправки. Все сцены, кроме той, где «Буратино» и «Мальвина» одни в коморке, мы убираем. Максим, ну это не по сценарию. Так, ребята, если вам что-то не нравится, звоните сразу моему ученику, Алексею Кривенью. Он сейчас вообще за любую роль хватается. Так мы ему звонили. Он не может, он в жюри сидит. Ах, то есть так, Лешенька. Да? Значит, как в высшую лигу на игру ехать, так он звонит. Ребята, мы же команда. Мы же как Дартаньян и три мушкетера. Мы же как трое в лодке, не считая собаки. Мы же как приключения электроника. В общем, фигню какую-то несет, а мы подкидываемся. А как в жюри славы хапануть, так он один. Понятно. Я тебя по судам затаскаю. Ты что, не понял? Я тебя по судам затаскаю. Дядь Паш, что случилось? Отец родной. Алименты платить не хочет. Дядь Паш, так их же платят до 18 лет. И что мне теперь, после 18 вообще не кушать, что ли, я не пойму. Дядь Паш, ты как здесь оказался? Представляешь, короче, сегодня проснулся. Смотрю в окно, а армавир пустой. Ну все, думаю, все на КВН в Москву поехали. Опа, а это что за Казантип? Так, ахламоны? Наркотики есть? Нету. Да я вечером отдам, мне просто хороших людей подводить не хочется. А что вы такие грустные, а? Черт, ты-то помер. Ты-то помер, а? Рыжий. Как? Как человек. Вон он, один без нас в жюри сидит. Слышь, Рыжий, ты что в натуре, а? Слышь, ты что вообще, что ли? Это не по-пацански, ты что? Ну позвенел цепью и давай в будку, слышь ты. Да ладно тебе. Давай выпьем за Рыжего. Не чокаясь. Возьмите, пожалуйста, помяните хорошего человека. Что случилось? Капитан Барбоса в пиратах Карибского моря помер. Это же спойлер. Это вообще-то попкорн, просто с карамелью. А у нас тоже горе. Какое горе? А ты присядь, Тимофей. А что, случилось? Присядь, присядь. И все в тесне. Во-первых, у тебя штаны порваны. А здесь везде. А во-вторых, Рыжий нас кинул. Вон он один без нас в жюри сидит. Гнида. Да давайте берем, сворачиваем буратину, берем мальвину и пойдем в кабак утить. Стойте, 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 ребята. Сначала мы накажем предателя. А как? Надо подумать. Да что думать, валить его надо. Точно? Малой дело говорит. О-о-о-о! Так, с собой остоять. Все, все, сейчас я ему маслину прям между глаз сажу. Пять, Паш, не надо. А отойди, ты че, не лезь, не свое дело. Фух, че-то я волнуюсь, я просто уже пять суток по живым людям не шмалял. Не могу я. Фух. А давай я его завалю. Да, бацаны, 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 бацаны. Бацаны, бацани с рождением, бацаны. Да что мне все это? Предprowadите, вы зачем из нашего конкурса балагану устроили? А затем, друзья, чтобы все вы здесь поняли и узнали, что в русской дороге нет одного фронтмена, а четыре замечательных актера. Нет, это мент. АПЛОДИСМЕНТЫ Команда КВН «Русская дорога» АГПУ Летняя сборная «Кубгау» Спасибо Друзья, должны предупредить У нашей звезды из-за очень высокой занятости Не было времени отрепетировать с нами этот конкурс Поэтому придется рассказывать ему сюжет прямо сейчас Я извиняюсь, ты нас слушаешь вообще, нет? Да-да-да-да-да Сюжет у нас по Буратино Ну, ты сам понял, наверное, по костюмам В общем, ты играешь главную роль Ну, Буратино же деревянный мальчик Ты тоже как бы безэмоциональный Смешно Ну вот, и самое забавное Там еще песня очень подходит, послушай Б О Гдан Да, вот так Прям сильно Сильно? Да Ну, тебе понравилось, да Да, да, круто А ты что делаешь-то? Ну, выиграть хотите? Конечно Ну, хотим, конечно Садитесь, съешьте В смысле, просто садитесь и есть? Да, садитесь, съешьте Я что, просто ничего не делаю? Ешь Вкусно? Ну, вкусно Но у вас же такое уже было в высшей лиге Да Ну, давайте тогда на банане выйдем Все сядем и уедем Ну, и это вы тоже делали Ну, хорошо Давайте тогда машина выйдет Мы все сядем в нее и уедем И так тоже вы делали Блин, какая мы все-таки гениальная команда Ребята, в КВН-е надо удивлять Делать то, что еще никто ничего не делал Давайте ругаться матом Вы что, сейчас на татарском матом ругаетесь? Ну, не знаю Не знаю Извините, вначале забыл сделать Но у вас звезда, конечно, вообще не вывозит В смысле? Ну, он, лепс никакой вообще Да это не лепс, это Костян Ну, еще какого-то Костяна неизвестного позвали Богдан, ты будешь вообще помогать? Нам нет? Ребята, я придумал Давайте спать на сцене Такого точно никто еще не делал Тем более, вон, люди почему-то кровать стали выносить Серьезно? Ложите Да просто ложиться и спать, что ли? Да, ложитесь Просто ложиться и спать? Да Нет, а с едой-то что делать, Богдан? Не волнуйтесь, есть проверенные ребята Зашибись Плюшки едят, Казань спит Нормальный у нас такой КВН на Первом канале Такая вот премьерка Кость, Кость, не усмешняй, и так гениально же Слушай, Богдан, давно хотел спросить Богдан? Он что, уснул, что ли? В смысле, реально? Богдан Богдан Ну и как мы его будить будем? Может, его нужно поцеловать? От того, что я его поцелую, он вряд ли проснется или... Я вообще-то себя имела в виду Да? Ну, видишь, не помогает А, слушайте, я знаю способ Ну что ж, следующая команда Плюшки имени Ярослава Мудрого на сцену Александр Васильевич, мне ко второму конкурсу Богдан, а ну быстро сюда Ребята, пока я спал, люди смеялись? Ну, не особо Не так, чтобы прям Слушайте, ребят, я вот этот номер, где мы спим, проверил В финале его показывать не будем, он не смешной Богдан Ты вообще нам будешь помогать или нет? Ну, тут же мне звезду позвали, конечно Ну, давайте я в жюри за вас словечко замолвлю Подожди, а так должно быть? Да, нормально Уважаемые жюри Я сейчас скажу искренне Мы с ребятами на самом деле в жизни не друзья И вот к концу конкурса не сказать, что прям сдружились А если серьезно, возьмите этих храбрых ребят Ведь только храбрые люди могут позвать звезду Человека, который два года назад вылетел в одной восьмой премьер-лиге С вами была команда КВН «Казань» и Богдан Лисевский Добрый зритель, после одной четвертой финала нас завалили письмами с просьбой показать продолжение нашего сериала «Две мелодии любви» И раз уж у нас сегодня конкурс со звездой, вашему вниманию представляется вторая серия Телекалон семейный представляет сериал «Две мелодии любви 2» Судьбы, генезис, революция В городской палате Я прибежала бы и раньше, но не хотела отменять маникюр Галя! Ты вышел из комы? Галя, что случилось? Ты был в коме В республике? А где тогда корешок от моего билета? Я же их коллекционирую Я всегда любила твое чувство юмора Как ты сюда попал? Я сидел посреди МКАДа Пил не замерзайку, ничто не предвещало беды И что произошло? Да так, просто царапина Да царапину-то я вижу, она у тебя с детства Где твои ноги? А-а-а! Галя, ноги при мне Ну и пока ты в хорошем настроении, я должна тебе признаться Пока ты был в коме, я нашла себе нового мужа Но я был в коме семь минут Я женщина, я не могу ждать вечность Галя! Это мой новый муж Где ты нашла этого прохинтея? Этого прощелыгу? Говори, пожалуйста, потише Да говори, как угодно, с такими ушами он все равно услышит Вообще-то, он знаменитый актер, он снимался в столовой В кухне Ну да А еще Я бог в постели Да, и сейчас мы тебе это докажем Да, я не хочу на это смотреть Да это займет всего пару минут Стойте, мне знакомо его лицо Вынесите ему стол Дайте ему руль Притащите бампер от машины Включите песню там далеко-далеко Там далеко-далеко Есть земля Это же он меня сбил Так все, хватит, ребят, все Это какой-то бред полнейший Нет, простите, я в этом играть не буду Все Всего доброго Пока А Бурковский бы сыграл Да, это я тебя сбил Она будет моей Галя, прости, но мы должны поговорить как мужчина с мужчиной А пока я поговорю со всем, Владом Галя будет моей Галя, ну прости ты меня Я больше никогда не совершу твои ошибки Ты про тот случай, когда ты так сильно пытался понравиться моей матери, что у вас завязался роман? Нет, это было волшебно Я про тот случай, когда мне пришлось надеть твои колготки Хотя Это было удобно Знаешь, Галя Я ни о чем не жалею Мать, катафалк готов Пакуйте этого мерзавца Поехали праздновать Отец Я ни на секунду не сомневался в том, что ты жив Я понял это, когда получил две твои гвоздики Игнат Сынок Я твой отец Отец Это я твой отец Нет, это я твой отец Да нет, я твой отец Я твой отец Я ничего не понимаю Ага Я наверняка знаю только одно из всех присутствующих в этой комнате Отцом Игната точно не может быть только ты, Игнат Ну почему? Даже в этой игре мне нет места Нет Кажется, у меня амнезия Что последнее ты помнишь? Я помню, как ты толкнул меня Я ударился Мы сели на кровать и начали разговаривать С тех пор пустота Господи, ты покалечил собственного ребенка Все Хватит Остановитесь Прекратите Перестаньте Стоп игра Охолонитесь Да мы поняли Да Я должен вам признаться Игнат На самом деле я не твой отец Я твой медбрат Нет А я твой медотец Нет А я твоя медмать Нет Нет, 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 нет Нет таких слов Галя Ты должна сохранить семью И если ты захочешь видеться со мной только по четвергам ради безудержного и дикого секса, я пойму До четверга Тогда среды Нет, прости Вторник У меня бассейн простит И вы все меня простите А простят они его или нет Мы, возможно, узнаем в следующей серии Друзья Друзья, вы знаете КВН воспитал из нас настоящих актеров Ну, не из всех, конечно Так пусть же теперь он из этих актеров воспитает настоящих КВНщиков Михаил Башката Команда КВН-актеры Друзья, мы не случайно выбрали эту сказку Ведь в ней герои, достигая личной цели, добились общей победы Как это бывает и в любом спорте А на главную роль мы пригласили самого известного КВНщика в спортивном костюме Очень приятно Очень приятно, здрасте Подождите, подождите, а где Колян? Ну как, где? Вот он, я Нет, Николай Александрович я вижу Я говорю, где Колян? Спортивный костюм Я сейчас отвечу, секунду, ладно? Блин, Колян вообще не тот Где спортивный костюм? Спокойно, я знаю, как его вернуть Иди сюда Ребят, слушайте, простите, пожалуйста Никак не могу Только что позвали в кино сниматься Там, в притяжение Сами кино, понимаете Они что, решили вторую часть снять? Почему? Первую переснять пытаются Ну все, я погнал, да? А это что такое, а? А это что такое, а? Началось Ну так ты Чисто символически Сан Саныч, здрасте О, Донских Башкатов Это максимум Это максимум, кого я в зале знаю просто Ну ништяк, ну прям как влитая, а? Как дома, слышь? Ну что, пирмички? Какая тут постанова? В общем, Коля, у нас сказка Волшебник из Умрудного города По сценарию ты страшила Теперь ты страшила Ладно, Коль, ну не хочешь быть страшилой Давай ты будешь Лев Не, Лев это круто Лев ништяк Лев он молодец А что Льву надо? У Гудвина А Льву нужна храбрость Я не понял, вы что, вы мне сомневаетесь, что ли, а? Не, не Я тебе сейчас конорок Опачки Слышь, пятиэтажка, ну-ка давай подвинься, пока я тебя не снёс, а? Мадмуазель Волеудонсе А век муа, так сказать, натюрель, а? Чё надо? Чё так пугаешь-то, а? Я вон третий раз на рефлексах братишку убрал Татошка, Татошка, поднимайся Слышь, это Пятиэтажка, вам бы с целью голосами тупо поменяться, а? Базанов, я не понял, ты чё припёрся? Ну, раз ты здесь, я должен проконтролировать, чтобы всё было в рамках закона АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не поняли, мы, мы сами его пригласили Да Уже вообще бесстрашные Базанов, валидывай отсюда, динамику не просаживай АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Коль, хочешь, будешь дровосеком АПЛОДИСМЕНТЫ Чё? Дровосеком? Мы ж тут не в Европе дровосеков показывать, правильно? О, значит так Я Колян, вы моя команда, идём прямо, понятно? Давай Я не понял, а это чё такое? Это же соблюзубые тигры Нет, это тигры-медведи Нет, это летучие обезьяны Да хорош, это же наркоманы Коль, ну это сказка Да какая сказка, братишка? Сказка, сказка, и ну людей-то не надо обманывать, правильно? Так, наркоманы, ну-ка дресснули отсюда Типа гребе, типа гребе Коль, чё тебе не нравится? Да всё мне не нравится Чё-то не сказка, а беспредел какой-то Я, короче, так Я сейчас напрямки прям пойду к Гудвину А вы уже за мной подтягиваетесь, понятно? Ребята, интересно А что Колян попросит у Гудвина? В смысле, в замок спортивки нельзя? Да, блин, чё за день сегодня? Я эти костюмы уже сменил Товарищ Гудвин, а вы на Николая заявление писать будете? Пацанов, я тебе объясняю Тут никакого криминала Меня ребята сами пригласили У тебя каждая объяснительная С такой фразы начинается Пацанов, валет сюда Ну, ребят, ну всё, давайте Я реальный Гудвин Вы давайте там свои желания озвучивайте Я хочу вернуться домой Теперь? Нифига ты я не храбрая Слышь, храбрость свою льву отдай давай, а? Извините, я понимаю, что это всё условности КВН, сказка А можно мне у Гудвина букву «Р» попросить твёрдую, желательно? Да без проблем, Базанов, на! А, крут! Шарлатан У вас, может, есть какие-то нормальные желания, а? Ну ладно, Коль, есть, на самом деле у нас самое главное желание Мы хотим попасть в финал Ну, я знал, что вот про финал ныть начнёте Я подготовился, конечно, вот накидал тут, конечно, несколько словечек всяких разных Слушайте, короче Ну, для начала попробуйте создать команду Ну, это нормально всё, ладно, ага Потом по всяким разным лигам поездите Лет 5-7 там, ну Потритесь там, поймёте, чё к чему, да? Потом попробуйте свой индивидуальный стиль найти Ну, недолго так, годика, 2-3 Вот Попробуйте не спать по трое суток А в голове при этом лишь одно Ещё, ещё, нам надо больше шуток Не ел два дня, неважно, всё равно Работы нет, найду ещё, не страшно Учёбу бросил? Да, давно пора Семью не видишь? Ну, разве это важно? Сейчас важнее всех и вся игра И вот игра Идут репризы, песни, сценки Ревёт от восхищения зал И вот слова жюри, последние оценки Ты понимаешь, что сегодня проиграл И оборвалось всё Не помнишь даже на улицу, как вышел ты без сил И тут тебе болельщик тихо скажет Дружище, так как ты сегодня победил И в этот миг ты явно понимаешь Что хочешь это повторять опять Ты просто ради этого играешь И надо ради этого играть Субтитры создал наш Кромё Dat АПЛОДИСМЕНТЫ А-ха! Ну чё, ребзя? Чё, ребзя, понятно, нормально я объяснил, да? Вот сейчас понятно. Спасибо, Коля Громная. Пожалуйста, Влад. Слушай, ну и давай в конце нашу финалочку споём, как это. Нет, ты чё, гонишь, что ли? Я не пою, я танцую. Не-не-не. Чё? Ну чё-чё, пермский народный танец, посадобль, страстей огня, ё-моё. О, давай! А-а-а! Для вас выступали Николай Наумов! И сборная реальных спортсменов! Спасибо! Друзья, на этот конкурс наша республика выделила нам 1 миллион рублей. И поэтому мы решили пригласить настоящую звезду. Встречайте, Григорий Лео! Я счастливый, как никто, я счастливый лет устроен. Шамиль, беда! Что случилось? Форс-мажор! Не понимаю. Короче, нас кинули. Нормально, объясни. Мы решили никого не злат и деньги между собой поделить. Круто, миллион на северах. Трек запишу. А кто такой Лепс? Какая разница, нас кинули. Так, остановитесь. Ты дурак. И кто тебя вообще на это надоумил? Кто-кто? Кто высшую лигу, салам алейкум, сделал, тот и надоумил. Всем салам алейкум. О, чеченцы, салам алейкум. Салам алейкум. Вот эти с вами? Да. Общие. Друзья, это Санжар, участник команды КВН Азия Микс. Зачем вы его позвали? Мы хотим взять его в команду. В смысле? Но он же киргыз. И? Необычный чеченец. Санжар, я надеюсь, ты нам поможешь? Конечно, помогу. И мне за это ничего не надо. Ни квартиры в Грозном, ни машины, ни звания народного артиста. Я сделаю это от души. Так сказать, от чистого сердца. Его нет в зале. Ну, телевизор же он смотрит, правильно? Санжар, ты же чемпион высшей лиги и наверняка знаешь какие-то секреты. Конечно, знаю. И самое главное сейчас вам, самый главный секрет расскажу. Идем сюда. Да поближе идите. Эй, ну не так близко вы с чеченцами. Короче, в КВН самое главное это смешные шутки. Да какой это секрет? Это все знают. Все знают. Я тебе сейчас пару команд приведу, сам лично это скажешь. Понятно? Короче, пока не забыл, давайте с вами салфанемся. Давайте поближе к Учне. Выложу в инстаграм, Кргыз помогает Чечне. Зачем? Ну а вдруг он телевизор не смотрит? Ладно, пацаны, что делать будем? Как что делать? Финал проходить. А для этого нам надо, знаете, такое вот в нашем стиле, такое массовое, красочное такое, театральное. Например, красавица и чудовище. А, это там, где красавица попадает в замок чудовища? Да, да, да. И где мебель летает и разговаривает? А я думал, это только я вижу. Не, не, я тоже вижу. Короче, красавица и чудовище, да? Тем более с ролями проблем не будет, вот ты чудовище. Или ты чудовище. Я смотрю, тут вообще на эту роль целый кастинг можно провести. А то красавицу будет играть. Как то? Конечно же, самый красивый человек, стоящий сейчас на сцене. Согласен. Второй самый красивый человек, стоящий на этой сцене. Короче, я буду красавицей. Эй, а чё сразу ты красавица? Я тоже хочу быть красавицей. Эй, вообще-то я... Я тоже, я тоже хочу быть красавицей. Подожди, Кадыров, чё, Кыргыз, что ли? Короче, пока я лишнего не наговорил, давайте начинать. Вот вы вдвоём со мной, объявляй, Шамиль. Дорогие друзья, сегодня специально для вас известнейшая постановка... Шамиль, 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 дай их паспорта. А то МВДшники чуть двух актёров не забрали. Дорогие друзья, Кыргызско-Чеченский драматический театр, сокращённо КЧДТ, представляет вам юмористическую постановку «Красавица и чудовище». Эй, Эй, Шамиль, Шамиль, тормози, тормози, ты можешь чуть, не знаю, помедленнее объявлять? Я тебе чё, Киркоров, что ли, так быстро переодеваться надо? Позже быть. Ладно. Итак, представьте, был... Ну, я готов. В заколдованном замке, скрытом в тёмном лесу, живёт ужасное чудовище. Эй! Я не помню, ты чё, с Википедии оригинал читаешь, что ли? Давай наш сценарий. Ну, хорошо. Короче, шла красавица по лесу, и вдруг к ней навстречу идёт чеченец. Так, стоп. Я не помню, в нашей сказке чё, красавица до чудовища не доходит, да? Всё нормально, не беспокойся. Прошёл чеченец дальше, вышел к дороге, поймал такси, говорит... Эй, Эй! Этого же не было в сценарии? Подожди, я сейчас брата провожу. А мне чё делать? Не знаю, в порядок себя приведи. В порядок себя приведи. Я в отличной спортивной форме. Всё, я вернулся. Короче, пошла красавица дальше, повернула чуть-чуть налево и увидела перед собой чудовище. Я чудовище? Меня заколдовала злая ведьма. И если в меня не влюбится красавица, пока не завянет этот цветок, я останусь таким навечно. Слышь, чудовище, ты где это взял? За кулисами. Пошёл быстро и вернул. Не для тебя это из Кыргызстана вёс. Вот человек взял сюрприз и испортил бы. Вышли все на сцену, заканчиваем. Дорогие друзья, вот почему мы показали в Кыргызне сказку «Красавица и чудовище». Потому что Кыргыз и сказка очень похожи. Ведь только в сказке Кыргыз может назвать чеченцев чудовисями, а чеченцы Кыргыза красавицей. И никому за это ничего не будет. По крайней мере на этой сцене. Для вас выступала сборная вузов Чеченской Республики. И Эрмек Кеницаров. Спасибо. Финал — это самая важная игра сезона. Поэтому глава Брюховецкая решил лично выбрать звезду для нашей команды. Ну как у вас настроение, товарищ глава? Ох, устал я по этой Москве мотаться звезду вам искать. Ну а как, нашли вообще? Не волнуйтесь, нашел отличный вариант, но вы мой вкус знаете. Ну эта информация и пугает. Итак, встречайте! Закройте кто-нибудь этот портал, пожалуйста. Ну, удачки! Пацаны, это что, реально они? Это что, никому зяки? Е-е-е! Здравствуйте, здравствуйте! Мы так рады, так рады, что именно вы у нас звезды. Теперь точно на вышку попадем. Ага, в качестве зрителей. Может, сценарий почитаем? Конечно. Угу. Угу. Они Соломонович с мягким знаком написали. Знаете что, парни? Очень смешной сценарий. Вы такие талантливые. Может, сами, а? Да! Давайте! Пока! Тем более мы здесь самые смешные. А что же вы такие смешные в премьерке играете, а не в вышке? О-о-о-о! Это боттл! Таковы смешнее, чем ваши монологи. Все-таки посматриваешь мои монологи, да? Да я такие частушки, как у вас, реально на ходу придумывать могу. Но! Бабка в озере купалась и змею увидела. Дед стоит и все дивится, что змея змею боится. Да ты с такими текстами... А ты нигде больше использовать не собираешься, нет? Давай капитану, делай его. А вы! А вы! Блин, пацаны, я не могу про него шутить. Он на мою бабушку похож. Сразу иночок недавно в КВН ни в один звук не попал. Да и вообще понятно, что вы совсем в КВН не разбираетесь. Это мы в КВН не разбираемся. А ну разошлись, щеглы! Пожалуйста. Вашему вниманию предлагается выступление в исполнении авторов таких хитов, как «Слово не воробей, а Елена воробей» и «С Новым годом пошел нафиг». В исполнении ансамбля юмористического рока, сокращенно юморок, «Непорочный союз». Смотрим! Здравствуйте, уважаемые! Перед вами плохая компания. Ну вы, короче, сами видите. По хулиганям? Привет, привет, привет! Чё говоришь, мальчишка? Нет, ты не перепутал канал. А знаете, а знаете, почему Дорохов такой крупный и большой, а? Рассказать, 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 рассказать! Потому что это не Дорохов! Камазяки, летс го! Добрый вечер, друзья! Давайте знакомиться. Это человек, из-за которого нас смотрят все армяне. Наша Анечка. Сегодня мы с собой взяли дочку мэра. Теперь девчушка сидит в зале, любуется отцом. Ну что, давайте финалить. Как там у них это слово? Фотомагой! Это было круто! Это было круто! Мы не ожидали, что вы настолько в КВН разбираетесь. Вы настоящие артисты. Пацаны, вот контракт. Может к нам? Что там? Ребят, ну вы же понимаете, если мы это подпишем, нам придется предать Александра Васильевича. Это еще почему? Да вот первый пункт. Предать Александра Васильевича. Шутка! А вообще, сегодня финал. И пришло время сказать самые важные слова. Александр Васильевич, мы сегодня уходим из КВН. А вообще-то я слышал, что этот сезон юбилейный у вас, ребята. Ну да, 55 лет, юбилей. В этом году в Кремле праздновать будем. Юбилей, 55 лет, ребята, наш формат. Александр Васильевич, возьмите нас в высшую лигу. Ну или хотя бы, ребят, а мы подтянемся. Для вас выступали Александр Морозов, Николай Лукинский, Каренова Невсян и Николай Пандурин. И команда КВН НАТЕ! Мы делаем то, что любим. И любим то, что делаем. Субтитры подогнал «Симон»